всем привет меня зовут тамара чечеткина и мы делаем первый я не побоюсь этого слова в мире обзор первого защищенного корпоративного телефона тайга фон который навел шум на прошедшем без саммите собственно не удалось выделить время и посмотреть телефон на без саммите но теперь вот он доехал до нашего офиса в такой в красивой коробочке и мы сейчас будем его смотреть как самые топовые блогеры мы конечно начинаем наш обзор с распаковки очень волнительный момент но вот пока я открываю я немножко расскажу о том что вообще и компания инфо watch анонсировала партнерство с компанией тайга намерение создать защищенный смартфон еще три года назад но потом коллеги замолчали и в общем то вот только сейчас на этом без саммите мы услышали наконец долгожданную новость защищенный доверенный посмотрим что он из себя снимаю бумажечку вижу вот такой ухты корпоративный зеленый и фавачовский цвет очень красиво мне кажется достаточно стильненько смотрим что у нас есть в комплекте к этому аппарату собственно тут у нас есть руководство пользователя наушники чехол между прочим господа зарядочки розеточки в принципе с первого взгляда можно сказать что это обычный достаточно аппарат по техническим характеристикам если ничего такого на чем стоило бы зацикливать взглядом 5 дюймовый hd-экран 2 гига оперативный 16 гигабайт встроенной памяти далее так далее так далее но в целом нам все это не так интересно сильно потому что мы с вами понимаем это не компьютерский продукт это в первую очередь корпоративное решение по безопасности для больших и страшных корпораций там или не очень страшно поэтому поэтому мы бы хотели в первую очередь узнать а что собственно скрыто в этом аппарате внутри под крышечкой и каким образом он реализует вот эту самую защиту корпоративных данных для беседы и для подробного рассказа мы пригласили григория васильева из компании infowatch в нашу студию поэтому здесь сейчас мы прям будем узнавать конкретно как infowatch реализовала вот эту классную историю григорий первое что мне хотелось бы узнать все-таки смартфон он для чего а точнее от кого это все-таки от внутренних шпионов которые условно фотографируют секретные данные отправляют их по телефону это от нерадивых сотрудников которые теряют свои девайсы в клубах и потом кто-то находит значит и там шантажируют корпорацию или это от хакеров с их страшными хитроумными зловредами шпионскими программами которые пробираются на телефоны топ-менеджмента и воруют оттуда данные вот какой из этих каналов утечек вы считаете возможным закрытия с помощью тайга фона вообще я думаю что еще где-то минут на десять будет перечисление возможных атак потому что еще можно упомянуть возможную утечку к производителям программного обеспечения и приложений ну скажем мы рассматриваем все модели угроз которые актуальны для современного корпоративного мобильного устройства ну а уникальность устройства и вообще системы тегафон как раз заключается в том что это еще один элемент в общей системе длп который которым заменит компания фаучер только теперь мы таким образом защищаем мобильное рабочее место но при этом остаются также актуальные и защиты от других угроз связанных с мобильным устройством я поняла давай тогда раз там про длп ты сказал по поводу архитектуры вообще решения что это это агент плюс трафик монитор где-то там в серверах или или это как-то по-другому работает ну в общем то то что вы видите сейчас это не весь тегафон это только его часть скажем верхушку айсберга который представляет собой мобильные устройства в реальности это связка тегафон плюс диописистемы таким образом значительная часть логики связаны с утечками она реализуется именно на сервере мы таким образом пресекаем утечки связанные с нерадивостью с халатностью в этом плане у нас хороший такой уже опыт связаны с защитой другой инфраструктуры не только мобильный но если рассматривать именно мобильное направление что же здесь нового мы попробовали представить можем ли мы реализовать защиту от всех потенциальных угроз на личном устройстве сотрудника поняли что некоторые направления не скрывается в принципе консюмерское устройство какой бы замечательной компания она не принадлежала производства это для нас черный ящик вот в нашем случае поскольку мы сами собирали из исходников программное обеспечение мы можем быть уверенны что там нету закладок нету каких-то возможностей для неконтролируемой утечки информации в сторону третьих компаний это вы можете быть уверены прессе после без саммита говорили о том что мобильным устройствам доверенная система доверенная операционная система андроид она она кем доверенная инфо вот что дает зуб что ребята все честно и все будет хорошо парадоксально само сочетание доверенная андроид да 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 вот в этом здесь непонятно здесь действительно андроид доверенный поскольку разработчики сами скрупулезно контролировали код из которого создается прошивка чем можно подтвердить это на данный момент никто ничего другого не придумал кроме как сертификации вот то есть это контроль кода на отсутствие недекларированных возможностей и я думаю что тайга фон тоже такой сертификат будет полу на него будет получен сертификат не на программно-аппаратный комплекс а именно на программное обеспечение я думаю что просто откроем код покажем регулирующие органы смогут убедиться что все честно можно сказать что уже сейчас вот если рассматривать тайга фон если мы начинаем предлагать заказчик здесь мы опираемся на репутацию который никто не хочет рисковать на репутации компании фолочь российская компания работающая на российском рынке и здесь вопросов не возникает мы говорим что тайга фон это часть значит большой и dlp экосистемы это понимаю что он может использоваться исключительно только с трафиком монитором и речи там ни о каких партнерствах там словно с другими мне очень нравится на том что уже воспринимаете тайга фон как элемент экосистемы потому что но действительно сам по себе аппарат он не так был бы интересен если бы не интеграция решения для обеспечения безопасности я говорю о системах управления политиками мобильных устройств не буду перечислять их название есть и российские и западные и наверное логично что эти системы смогут работать как и с другим android устройством с нашим тега фон она вот на наш тега фон таким образом может работать параллельно и с дилпе системы и с другими системами безопасности но даже если рассматривать его отдельно без серверной составляющей как просто устройство она уже само по себе имеет преимущество по сравнению с аппаратом который мы купим на рынке или в магазине поскольку здесь утечек нет даже вот в варианте мы достали его установили свои приложения которым доверяем и используем но мы по крайней мере уверены что сама операционная система в этом случае не представляет собой источник угроз это естественно не единственное решение для заказчика но она уникальна именно в плане интеграции с дилп вот такого нет ни у кого ближайшие конкуренты это кто кто приходит на ум это технология там nox от самсунга если про государственный рынок говорить про крупные корпорации то может быть просто то что это не российская разработка будет для самсунга неким ограничением для других рынках где это приемлемо да в принципе можем здесь столкнуться с самсунгом по моему неплохой противоборств иной является вашим конкурентом мы можем оказаться конкурентами поскольку мы боремся за они те же бюджеты в заказчик они просто декларируют на своем сайте что они защищают какие-то там персональные данные здесь у вас там в принципе понятно позиционирование корпоративная корпоративные секреты я думаю что на некоторых рынках мы можем оказаться в одном шот-листе но это скорее будет госорганы я все время хочу уйти от истории давайте сравним и выберем какой смартфон нам купить по крайней мере когда мы говорим о тайгафоне мы предлагаем не смартфон мы предлагаем решение то есть решение позволяющие снять головную боль связанную с использованием мобильных устройств быть уверенным в том что само устройство корпоративное не только включено как элемент системы делки в общую систему но и само по себе не является источником утечек вы контролируете канал звуковой в смысле там звонки вот то что я говорю или так даже не рассматривали в проекте такую вещь как контроль звонков технически многое можно сделать с устройством но нам нужно еще остаться в рамках требований конституции некоторые вопросы здесь могут быть решены исходя из того что это корпоративное рабочее место но только мобильное но тем не менее мне кажется что здесь нужен разумный баланс мониторы и следовательно тайгафон умеют ли разбирать сообщения которые пользователи пишут друг другу мобильных мессенджер прежде всего не хочу опровергать что действительно мессенджеры современные достаточно хорошо защищены в нашем случае мы находимся не посередине между устройством и сервером instant messenger а мы находимся на конечной точке благодаря этому мы можем мониторить и текстовый трафик и вложения и передавать теневые копии на трафик монитор поэтому этот канал остается контролируем и у меня съедаться весь мобильный трафик вот здесь мы возвращаемся как раз к опыту использования в нашей компании проблем нет на данный момент объем передаваемых данных это там не мегабайты и мегабайты до мегабайты конечно но не гигабайт вы рассматриваете этот смартфон как все таки второе устройство сотрудника или как его основная точка коммуникации с миром в принципе это как хорошо рассматривать как второе устройство хотя вот я недавно на своем телефоне разбил экран уже подумаю поставить сюда на тегафон свои профили свою сим карточку вот но супруга против боится делиться личной жизнью да она боится что наша переписка может кого-то шокировать и смутить очень хорошо чтобы эту тему подняли потому что действительно никто не сидит и не читает переписку просто есть некие логики которые позволяют реагировать на некие паттерны связанные с потенциальной утечкой те же паттерны которые известны по делу пи системам еще с тех пор как мы начали говорить о компьютерах вот они здесь совершенно актуальны и даже перенастраивать не надо вот но тем не менее денежной может я и склонюсь к этому варианту что сюда все поставлю а ну в принципе как бы тебе как пользователю на этом на этой машинке достаточно комфортно работать а там хватает там я не знаю производительности хватает батарейки несмотря на то что там где-то работает dlp вот постоянно поцелай там теневые копии так далее поскольку собирали из исходников все сами лишних пожирателей аккумулятора здесь не вот если ты говоришь что ты хотел бы использовать это устройство как свое личное то там словно тебе понадобится поставить facebook там какой-нибудь telegram там еще что-нибудь ну такие вот инстаграм как же там фоточки еды не постить а как на это посмотрит условно офицер безопасности который должен вроде как контролировать твое устройство я не думаю что он заметит это потому что у тебя там какие-то супер-пупер привилегированные не к вообще ситуация ну хорошо я общаюсь в мессенджерах общаюсь с социальных сетях если там нет контента который относится к тому что не должно уходить то офицер безопасности лишний раз не будет обеспокоиться безопасности может сказать что он не хочет видеть на корпоративном устройстве вот этот вот этот и вот этот вот приложение например вот фейсбук не хочу видеть на корпоративном если я тыкну там приложение вот я хочу танчики ски себе скачать на телефон устройство каким-то образом скажет что воу-воу-воу тамарочка притормозите коней не надо вам давайте я покажу как у нас выглядит попытка запустить приложение запуск которого запрещен офицер безопаснее то есть мы его скачали но нам его потом запретили нам его запретили да это очень зрелищно все просто для нас эта картинка которая никакого ничего не дает вот рядом другой мессенджер мессенджер пожалуйста я его запускаю сказать о том что телефон каким-то образом дает сигналы если кто-то пришел там условно на совещание включил диктофон и и сидит подслушивает все записывает вот значит телефон каким-то образом подает сигнал машина продемонстрировать показать как это происходит собственно вот этот диод информирует статусе телефон сейчас вот он мигает синим сигналом обозначается вай-фай bluetooth также мобильный интернет для нас важно что это те каналы по которым можно получить доступ к интернету давай попробуем сделать запись нашего разговора я тебя не предупреждаю о том что я сейчас запущу диктофон и вот сейчас кто-то тебя может смутить да я сразу подозрила неладное ты решил выпустить нашу эфиру хорошо а при каких еще действиях зажигаются какие-то огоньки или там он начинает пользователя бить током может быть если что-то делает нет током он не бьет это тоже собственно часть доверенного устройства чтобы он не бил только вообще по приоритетам понятно что на устройстве может быть несколько событий одновременно но вот красный будет в приоритете если диктофон включен или gps модуль затем идет синий про канал и зеленый это уже информация о том что есть сообщение или звонки кто клиенты большой корпорат государственные заказчики действительно скорее это интересно не не сэмби у вас есть там какие-то планы условно сделать защищенный тайга планшет вот это был вот очень коварный вопрос потому что хотелось бы прямо из другого кармана достать планшет пигарфон тайга планшет пока нет ровно на этапе обсуждения у нас идет такой разговор о том как дальше выпускать какие еще устройств как он формат в общем-то разработка тайга фона взвелась достаточно долго насколько я помню компания infowatch анонсировала партнерстве с тайгой еще три года назад чем собственно состояла основная проблема написать свою оэс или найти там правильное железо или найти правильных китайцев которые будут хорошо собирать аппараты придумать тайга фон вообще потом понять что нам придумать это понять что нужно его производить самостоятельно понять что он собой должен представлять аппаратной точки зрения из программной точки зрения то что здесь андроид это же тоже осознанное решение потом найти кто будет производить договориться о форм-факторе о том как он будет выглядеть о том какое там будет оборудование произвести его масса элементов то есть это такой большой для нас тот момент еще и новый процесс и вот если сейчас говорить о том чтобы выпустить новую партию может быть даже и совершенно другими характеристиками мы знаем как это сделать оперативно мы не будем выпускать свой смартфон ребят собираемся уходим планируете сейчас выпустить почему-то и нет там тамарафон например самолюбия не знает границ понимаешь планируем ли мы выходить на зарубежные рынки потому что там инфовач активно сейчас вроде работает в малайзии на ближнем востоке какие планы по захвату мира у тайги ну я думаю что мы захватим мир а потом уже будем об этом говорить но интерес из рубежа уже есть вообще каким образом заказчик понимает что он покупает вы даете какие-то устройства на попользоваться или или нет сразу покупаешь и сразу вот мы даем попробовать устройство и здесь для заказчика все здорово если он уже является клиентом инфовач то ему просто можно использовать уже тут решение которое существует уже настроены уже соответствующие базы контентной контентной базы фильтрации со своими политиками просто те же самые политики теперь будут распространяться на мобильные устройства если нельзя было например передавать информацию по банковских счетах и настроены системы так чтобы отслеживать информацию то просто когда такие попытки будут производить с помощью мобильного устройства они на том же самом трафик мониторе будет фиксироваться то есть провести пилот здесь если уже есть система относительно просто если нет системы тоже просто просто надо будет еще серверную часть разворачивать один просто развернуть трафик монитора так ребят сколько вы оцениваете вот этот рынок корпоративных защищенных устройств ну да какую-то оценку наверняка проводили там какие-то числа может поделиться ну проводили да делиться не могу спасибо могу упомянуть что рынок мобильных пользователей то есть количество мобильных пользователей именно корпоративном сегменте в россии он исчисляется там даже не сотнями тысяч миллионы понятно что тут есть и бренки он девайс и корпоративные устройства но объемы рынка позволяют рассчитывать на то что тут есть где развернуться само название тайга понятно что он там некую причастность к русской культуре несет если какая-то еще функциональное наполнение этого названия или нет почему в общем-то тайгой на все вопросов которые навалились связанным с связанных с тайга фоном я в последнюю очередь стал задумываться а почему собственно он является тайга фоном как бы этот продукт не назвали свое время эти ребята просто проделали огромную работу и вот в плане название фаворитом в плане такого названия копирайтинга названия министерство обороны и военно-промышленные комплексы вот они просто красавцы они же придумывают название такие как гвоздик ну различные названия цветов для артиллерийских комнатных комплексов но вот самое любимое название саперная лопатка азарт азарт саперная лопатка азарт я помню что в какой-то момент там когда-то очень давно компания пришла к тому что не гоже нам продавать продукты не протестировав ну то есть не пользуясь ими внутри нашей компании поэтому тогда стали использовать трафик монитор там у кого-то агентские темы там девайс мониторы было ли проведено внутреннее тестирование внутри компании инфовача и если может быть внутренние какие-то отзывы об этих устройствах мы в процессе развертывания системы то есть я сейчас уже это устройство использую но тем не менее у меня далеко не все корпоративные сервисы доступны вот но в планах полностью собственно интегрировать эту систему и предоставить эти смартфоны в том числе и нашим сотрудникам коммерческого департамента анаталья ивановна сама готова ходить с таким устройством ей уже выдали да да то касается топов здесь еще один интересный момент согласен ли топ-менеджер носить данный аппарат зачастую топ-менеджер согласен его носить без подключения системе тем это логично когда речь идет о персонах достаточно высокого уровня и в этом плане не как раз режим просто защищенный аппарат он себя в полной мере оправдывает топ-менеджер ходит ровно с такими же аппаратами как и остальной персонал но у персонала не подключены к делпи системе топ-менеджер владелец бизнеса доверять себе после прошедшего без сайта пресса буквально взорвалась огромным количеством публикаций на тему того что рынок вышел тайгафон первый защищенный антишпионский смартфон однако тут лично для меня как человек стоящего в реалиях информационной безопасности данная новость является ну наверное закономерным логичным шагом в процессе развития бизнеса компании инфобой коллеги всегда ратовали за комплексный подход к корпоративной безопасности и тайгафон является еще одним элементом вот в этой вот большой картинке вот этого большого пазла под названием корпоративная безопасность потому что все телефоны умеют что-то передавать преимущество тайгафона в том что он передает всю информацию все данные конкретно вашему работодателю они там предположим правительству на запад или императору на восток или даже нашим спецслужбам что я думаю очень ценно для топ-менеджеров для чиновников особенно стоящих высоко да безусловно это новое слово в корпоративной и защите государственной тайны не побоюсь этого слова но вот что я не понимаю так это куда подевались три года с момента анонсирования партнерстве до выпуска первого смартфона эти три года были потрачены на пересборку уже существующего андроида на заливку новые прошивки нужно существующие китайские девайсы или на подсоединение к уже существующему трафик монитору не знаю возможно я не вижу каких-то технологических проблем с которыми коллеги сталкивались в эти три года интересно ваше мнение пишите в комментариях как считаете вы три года это много или мало и за сколько вы готовы выполнить подобную работу кстати и планшет тайга под я еще они не разработаны лишь только в планах поэтому есть полик для деятельности а вообще компания нпуч всегда обудоражила рынок своими идеями своими новинками так и происходит и в этот раз другое дело что как у любого первопроходца у них появляются какие-то внезапные проблемы где-то просчеты или еще что-то такое было много решений много новых подходов которые просто не взлетели и дали с многообещающими по факту остались где-то там в прошлом десятилетии то будет стоить до фоном этот вопрос но вопрос наверно не ко мне а к рынку захочет ли он проголосовать за это устройство своим рублем я думаю что на следующем бисаммите мы уже попробуем выцепить из приборья какую-то первую статистику первые результаты а вообще кстати на этом бисаммите мы делали репортаж собственно в котором создали какие темы и технологии не пережили прошедшее десятилетие смотрите репортаж ставьте лайки и кстати если вот под этим обзором мы соберем тысяч лайков то мы обязательно возьмем у компании инфо watch ты га фон и проведем тот самый очень ожидаемый ломать но с вашей поддержкой спасибо за внимание до новых встреч всем пока